Да, Рафаэль, слушаю. Значит, в этом втором ролике вы рассказываете утверждение о том, что эта система меня сломала. Вот я хотел бы, чтобы вы это доказали. Что эта система смогла меня сломать. Я понял ваш вопрос. Ну, давайте я свою точку зрения расскажу. Смотрите, я исхожу из следующего. Не каждый человек, да мне кажется, вообще человек не способен пройти то, что прошли вы. Не пострадав никак. Не среди людей, которые вы прошли через то, что я прошел. Это невозможно для человека. Ну вот я... Вы сказали, что эта система меня сломала. Давайте, я понял, давайте я сначала мысль закончу, а потом, как бы, если возникнут вопросы, я, как бы, уточню. Хорошо. Ну, так, я думаю, будет более точно. И главное, чтобы меня с мысли не сбивать, потому что иначе я могу не выложить ту мысль, которую я хотел сказать. Значит, первый, скажем так, тезис. Почему я пришел к этому выводу? Когда мы вообще только начали общаться, да, вы обратили внимание, я на тот момент вообще вас никак не знал. Ну, очень много я попал, скажем так, ну, точно, не точно, не важно. Я попал, я заметил определенные моменты, которые характерны для вас, как для человека, как для личности. Соответственно, у меня возник вопрос, почему я так попал? Как бы, видимо, все-таки мое внутреннее чутье не подводит. Более того, потом я посмотрел там какие-то моменты, видеоролики. Понятно, что на тот момент я мало что посмотрел и тому подобное. И вообще, после разговора у меня остался такой осадок, скажем так, что я в самом начале был не то, что неправ, а как-то, может быть, я достаточно резко на вас наезжал. Ну, потому что я вас не знал, там, кто-то меня троллит в интернете, там, какие-то комментарии пишут, пытается научить и так далее. То есть, я отнесся, скажем так, агрессивно. Потом, когда я понял вообще, с кем я разговариваю, что вы человек очень умный, который прошел такие вещи, которые, как вы правильно сказали, не может пройти человек, понимаете? Но вы в любом случае состоите из костей, из мяса, там, вот вы человек, все равно как ни крутите. Я понимаю, что вы себя считаете машиной. Я понимаю. Потому что, чтобы это выдержать, то, что выдержали вы, вот только так можно себя, себе внушить, что человек, что робот, что машина, что неубиваемый, что несломаемый и так далее. Это вот первый момент. Что это невозможно пройти и не иметь никаких последствий. Эти последствия есть. Вопрос только, в чем они выражаются. Ведь сломать человека можно по-разному. Кого-то можно сломать, и он руки опустит. Перестанет сопротивляться и так далее. Есть другие люди, допустим, как вы. Вы не будете сдаваться, вы будете идти до последнего. С учетом того, что сейчас я смотрю другие ваши ролики, я даже вижу, что вы не то, что сейчас, вы поставили на карту все, абсолютно все. Я тогда еще подметил, что вам терять нечего. Нечего терять, и сейчас вы себя ведете относительно, ну, сказать, глупо нет, к вам это не относится. До такой степени бесстрашно, что вы, я так понимаю, втягиваете в эту борьбу, вашу личную борьбу, ваше желание отомстить других людей, которые, в принципе, не настолько сильны, не настолько грамотны, как вы. И в конечном итоге, как я там обратил внимание, это руки и ноги ваши. Я готов быть вашими руками и ногами, но, естественно, в разумных пределах, потому что знание вами законов, законодательствов, вот все, что вы говорите, я за полностью. Даже вот в высказываниях грубых в отношении, там, вот этих представителей власти и тому подобное. Но все-таки, все-таки, к сожалению, мы не можем устанавливать те правила, по которым нас играют. В любом случае, мы приходим в их суд. Мы ссылаемся на их законы. Значит, минуточку. Давайте мы с одним закончим. Хорошо. А потом будем переходить к другому. Я согласен. Вы утверждаете, что меня сломали. Они меня сломали или я их сломал? Вот вы можете послушать аудио судебных процессов, когда я был в Санкт-Петербурге. У кого сдавали нервы? У меня или у них? Я превратил... Я, находясь у них, превратил их в жизнь в кошмар. Я приходил в суд. Они видели то, что они никогда не видели. Я не видел психиатра. Они убивали нервно-эрептиками. Но они не смогли сломать мою волю. Что касается юристов, что касается юристов, то юристы представляли из себя жалкое зрелище. Жалкое зрелище. И это благодаря моим знаниям. Это я их ломал. Кто в истории России в условиях психиатрического стационара имел компьютер? Кто? Можно посмотреть фотографии. Она заключалась в том, что я с подъема и до отбоя читал и писал. А что значит человек в условиях психиатрического стационара читает и пишет? И еще раз отмечаю главное. Письменные тексты отражают психическое состояние человека гораздо лучше, чем ушная речь. И вот я вам привожу пример. Когда ну я об этом уже говорил в одном из роликов, в нескольких роликах, когда у меня изъяли мою письменную продукцию, и я пришел на освидетельствование, замглавного врача Тарасевича, такая довольная, сидит, хлопает по тому тому моей письменной продукции и говорит, вот ваша болезнь. Я рассмеялся и сказал, вы обязательно сохраните ее. А потом, когда я пришел на освидетельствование, я говорю, вот видите, в заключении здесь написано, что у Усманова изъято большое количество его рукописной продукции, имеющей паранояльные настроения. Видите? Давайте мы исследуем мою письменную продукцию и посмотрим на мою паранояльную настроение. Как вы думаете, сколько они принесли моей письменной продукции в суд? А? Вот как вы думаете, из тома письменной продукции сколько они в суд принесли документов, имеющих паранояльную настроение? она же отражает мою психическое состояние. ну скажите, сколько они принесли в суд из тома? Рафаэль, я сейчас скажу, ну, я все-таки тоже хочу немножечко сказать, до того, как я скажу, отвечу на ваш вопрос. я к вам отношусь с глубочайшим уважением. Речь идет о сломали. Кто кого сломал? Подождите, я понимаю, я знаю. Я находился на их поле битвы. Я находился на их поле битвы. Кто меня на их поле битвы с их оружием смог сломать? Победите. Меня интересует только это. Я понял. Давайте я поправлю то, что я сказал в том видео, чтобы вы просто правильно меня поняли. Я понял, что вот это вас, вот это вас, подождите, Рафаэль, я вас все равно перебью, потому что я понимаю, что я возьму на себя смелость, скажу, что я неправильно выразился и неправильно там прозвучал контекст. Я поясню, в чем смысл. Я там сказал вот это слово, то ли ломали, то ли сломали, а вот мой собеседник почему-то услышал именно сломали и начал типа говорить, я его еще перебил, сказал, что ну я не хочу тебе говорить, ты сам должен сделать выводы. То есть на тот момент в конечном итоге не прозвучало, но контекст получился так, что вроде как вас уже как свершившийся факт, что сломали. но там я дальше уже скажем так с эмоциями говорил, что да, из вас превратили машину. Да вас сломать невозможно, понимаете, невозможно. Так вот меня никто не смог сломать по одной и той причине. я на голову стоял выше их по своим знаниям. Гафаэль, с этим никто не обсуждает. Поверьте мне, я вас буду перебивать, потому что вы будете говорить, и я понимаю, что вы говорите. Я это не обсуждаю. Более того, даже не на одну голову, а на порядок, и вообще я даже этот вопрос не обсуждаю. Здесь давайте выйдем за скобки ни одного судьи, ни одного ученого, правоведа, на мой взгляд, по крайней мере, то, что я уже немножко увидел, нету. Вот те моменты, которые вы обратили внимание на статью 16 УПК, на те моменты, которые вы на самом деле бьете в такие моменты, что это серьезные вещи, и они глобальны в том-то и дело. Я могу вам сказать, я могу просто сказать, давайте мы закончим с документами, так вот, в суд они не принесли ни одного письменного моего текста. Да это понятно же, конечно, я знаю почему, просто вы мне не дали до конца ответить, я хотел сказать, что именно ничего не принесли, потому что все прекрасно знают, кто вы такой, что вы сильны юридически, как вы говорите, вы машина, вас правом, законами не победить, поэтому вас и закрыли, поэтому с вами так и обращались, потому что это система, в любом случае они вас изменили, не буду говорить сломали, изменили, но благодаря вашим характеристикам личности, хотя я не знаю какой вы были раньше, но из передачи там вот эта которая была это 1997 года, я видел вас, там в начале заставка идет, что там у вас дети с вами остались, я вижу, что вы хороший человек, понимаете, но вот эти мрази, они сделали то, что они сделали, и я прекрасно понимаю, что у вас желание их наказать, и поверьте мне, если вам дадут выбор, встретиться с ними в суде и доказывать на их территории скажем так законами какие-то моменты юридические в нашей системе правовой и другой выбор вытащить их на ринг, я уверен вы выберете второе, вы их разорвете в клочья, вы им глотки перегрызете, и вам не нужно будет право. Я их убью, нет, я их убью законом и словом, я их убью законом и словом, убью законом и словом, на их территории, на их поле, вот понимаете, на их поле, для меня букашки и сявки, я хочу суд, чтобы показать этим букашкам и сявкам, что они себя представляют, они ноль для меня, это все понятно, Рафаэль, это все понятно, но понимаете, в чем проблема, если бы были честные правила игры, если была третья сторона, судья, там, где были бы честные правила, вот есть ринг, вот есть, условно говоря, суд независимый, справедливый, вот есть сторона, там, допустим, те, кто вас обидел, там, наказал, ну, все это преступники, и вы, да, вопросов нету, но вы придете в наш суд, где вы будете судиться против тех, я приду в ваш суд, я приду в ваш суд, и сломаю их всех, я приду в ваш суд, и с помощью законов, законов, я сломаю их всех, они не будут этого делать, поверьте, вы даже до суда не дойдете, вас убьют, просто убьют, понимаете, почему, потому что это им не нужно, они не позволят вам говорить речи, не позволят, они вас будут перебивать, они будут делать все, чтобы вы не могли достать ваш пистолет, ваше слово, ваше знание, ваше умение, потому что это так, так бы сделал любой, значит, я проясняю вам, что когда они меня объявили не вменяем 22 декабря 2001 года, и я прочитал эти три учебника, жалких, я понял их силу, это они выставляли все, что придет в их больные головы, потому что все это осуществлялось в закрытом режиме, но в апреле, в апрель 2002 года, через четыре месяца, я выбил у них почву из-под ног, потому что в апреле 2002 года, я написал официальное заявление, и с апреля 2002 года, я требовал наше общение оформлять документальный, посредством аудио и видеозаписи, так вот, когда ведется видеозапись, они все превращаются в букашек, все, поэтому они боялись со мной общаться документально, но я же писал, и психиатрам я объяснил, психиатрам я объяснил, что моя письменная продукция отражает мою динамику моего психического состояния, и поэтому они никогда в жизни не докажут, что у меня есть какая-либо психическая патология, именно поэтому они боялись, а в 2008 году, через 6 лет, судья Жуков, это был первый судебный процесс, когда меня пригласили на процесс, так вот он спросил их психиатрам, сколько можно его держать, уже юристы не понимали, что происходит, но зато я писал, вот они выносят решение, а я пишу на их решение, и объясняю, что у них с головой не все в порядке, что они совершают преступления, для того, чтобы лишить меня свободы, нужно было растопкать вообще все, я объясняю, я на их территории, и всем объяснил, они ничто, вообще ноль, и я их убью законом и словом, и я их убивал всех законом и словом, и поэтому когда я вышел, я могу только повторить, я начал предъявлять иски, потому что у них нет ни заключения психиатров, свидетельствующих о том, что у меня есть какая-либо патология, ни судебных решений, ни одного вообще судебного решения, вынесенного в соответствии законе, где было бы отражено моё психическое состояние, где была бы дана оценка заключения психиатра, и всё, и то, что они хотели, они не получили, благодаря только одному, я с утра, с подъёма до отбой читал и писал, они видели одно и то же, они видели одно и то же, не имея значения, где я находился, в условиях психиатрического стационара, или в условиях свободы, условия психиатрического стационара ничем не отличаются от моих сегодняшних условий, ничем, вообще ничем не отличаются, я нахожусь в четырёх стенах, читаю и пишу, и поэтому они не смогли меня сломать, а я сломал их всех. Судья Жуков, когда сказал, сколько его можно держать, он продлил мне принудительное лечение на три месяца, а не на шесть, как взял. Так вот, Голубев, зам главного врача, ну он правда это сказал словами Элина, врача-психиатра, который меня вёл, они ещё не знают, кого выпускают. Им было всем страшно. Им всем было страшно. А в 2010 году, когда я общался с профессором Тачиловым, то что спрашиваю Тачилов, вы можете послушать, ведь я выпустил ролик с аудиозаписью моего общения с Тачиловым, с профессором. предложите нам что-нибудь конструктивное. А я им предложил конструктивное. Давайте. Ну собственно говоря, я предлагал только одно. Наше общение. Оценим. А как эти букашки и сявки в области психиатрии могли со мной вообще общаться о чем-либо, если они сами орали, они все сами орали, что у вас юридические тексты, но я ничего не понимаю. А когда меня опустили в суд, что они орали все психиатрии, они орали одно и то же. Мы отказываемся отвечать на вопросы по психиатрии. Со мной никто не хотел о психиатрии говорить. Вообще никто. И можно послушать, можно послушать. И что же это были за процессы? Судебные процессы. Когда психиатры со мной отказывались говорить о диагностике психических расстройств, нарушении мышления. адвокат птицам, когда пришел на свидание, он говорит, у вас шизофрения. Знаете почему? Я спрашиваю, почему? Он говорит, нет ни одного адвоката или юриста, который бы знал УПК наизусть. Вот что видели. Юристы со мной не могли говорить о праве. Они со мной не говорили о праве с 99 года. Ученые, ученые, не вот эти всякие букашки, суди прокурора, а ученые со мной не говорили об этом. Поэтому меня не смогли сломать по простой причине. Никто. Я их убивал, слово многоконно, на их территории. Вас невозможно сломать. я еще раз повторюсь и подчеркну 10 жирных линий сделаю. Вас сломать невозможно, но вам жизнь сломали. Ну сломали жизнь, да. Я говорю, вас сломать невозможно. То, что вы в ролике услышали, это такая интерпретация получилась из-за долбоебского вопроса мудака, я ему прямо он услышит это, что он мудак, который не посмотрев до конца первый ролик, до конца не досмотрев, где уже вы, ваши там речи и тому подобное, он уже спешил мне звонить и говорить, вот своим мнением делиться, какой. Это дауны. Это конченые дауны, которые считают, что их мнение меня, блядь, интересуют, допустим, вас или еще кого-то. Я хочу сказать главное, меня не смогли сломать и не могут это сделать по одной причине. Знание самое сильное орудие. вот и все. Я хочу встретиться в суде со своими врагами по той простой причине, но вот что толку, что меня бы выпустили с ними на ринг. Я бы их там всех на ринге превратил бы в дерьмо всех, без исключения. Ну, потому что я очень хорошо бью с обеих рук. Но это не то удовольствие. Я же не подсам. Убивать я никогда на это не пойду. Я бог жизнь дал, бог может взять человеку, запрещено. Несмотря на то, что я перебил столько разного дерьма, но убить я не смогу никого. в комментариях там говорят о том, что ствол, пистолет это слабость. Это интеллектуальная слабость. Те, кто берет оружие, показывает свою интеллектуальную слабость. Ну, допустим, что я взял пистолет и начал бегать, пристретил одного, другого, десятого. И сколько я могу их пристретить? Я же становлюсь преступником. Я становлюсь преступником, если я начну судьбу. И меня раздавят. И меня раздавят. А вот когда я действую в рамках закона, в рамках закона, меня никто не может поставить. На их поле, на их поле я их превращу в нюшто. С помощью закона и слуха всех до единого. И это же не один судья, это же не один судья или прокурор. Их же сотни их же сотни. И как я могу расправиться с сотнями людей, бегая с пистолетом? А вот с помощью закона и слова на их территории в судах я могу расправиться с сотнями без исключения. Поэтому они боятся всех. Именно поэтому они все боятся суда. Я призываю людей судить этот преступный режим на их территории. Потому что я понял, что в суде на их территории их можно прикончить. на их территории, на их поле битвы их всех можно прикончить. Кроме преступления они ничего не могут предложить. Но вы наводите видеокамеры и снимаете их. И именно по этой причине я требую публичные правоотношения. Регулируется законодательственное противодействие коррупции. Обязывает закон действовать в прозрачных транспарентных процедурах. Вот мы будем действовать в рамках закона. Я им всем говорю, вы будете подчиняться закону. Если вы собираетесь в отношении меня, моих подзащитных совершать преступление, то я вам скажу в глаза, кто вы есть на самом деле. Совершили в отношении меня преступление? Ты мразь, ты тварь. Судье я им говорил в глаза. Приходил в кабинеты, говорил ты мразь. Кто из так называемых умственно полноценных приходил к следователю и говорит, что она мразь. Кто? А я приходил и говорил мразь. И вы можете посмотреть на видео. Это они букашки. Они ничего не могли сделать. Я хотел с ними наученную штабку и шут. Наученную штабку и шут. И показать им, что они из себя представляют. Ноль все они из себя представляют. Ноль. Весь этот режим тухлый из себя представляет жалкое зрение. Черноволь. На их территории. Закон превыше их сильнее, гораздо сильнее. Научитесь пользоваться этим оружием. Все. И этому режиму мало не покажется. Я всегда предлагаю конструктивное общение. Действовать в рамках действующего законодательства. Если вы собираетесь совершать преступление, вы получите адекватный ответ. И цель всегда у меня будет одна. Очная ставка и суд. Суд над ними. Суд над ними. И что-то никто из них не бежит ни на очную ставку, ни в суд. на их территории. На их войне. Поэтому действовать в рамках закона гораздо выгоднее и эффективнее. Любая война это признак интеллектуальной слабости. Алло. Да, Рафаэль, я просто жду, когда дадите возможность мне сказать. Но с условием, чтобы меня все-таки не перебивать. Хорошо. Говори. Рафаэль, ну первый момент, который я хочу сказать. Вы в любом случае уже выиграли и победили. не важно, что там встретитесь вы где-то в суде, там еще что-то, где-то, как-то. Это не имеет никакого значения. Вы в любом случае уже вышли победителем. Причем наглядно, четко, и как вы правильно сказали, нужные люди вас знают. На самых верхах и так далее. вообще очень странно, что вы вообще вышли живой. Это что было? Помилование, еще что-то. Понимаете, сейчас никто не оспаривает вашу там вменяемость, невменяемость, там была болезнь, не была болезнь, законно, незаконно. Это вообще за скобками. Почему? Потому что это не имеет никакого значения в нашем реальности. Я просто понимаю, что видимо даже врагов уважают, когда они заслуживают уважения. Вас на мой взгляд отпустили, именно отпустили, чисто из-за уважения, из-за того, как вы ничего подобного, ничего подобного. Они хотели меня сломать. Но они не смогли вас сломать. Ну сколько можно вас ломать? Они не смогли этого сделать. Но они же вас отпустили. Они могли вас дальше держать и 20 лет, и 40 лет в психушке. Не могли, не могли. Они меня держали в рамках уголовного судопроизводства. Минуточку. В рамках уголовного судопроизводства. Меня держали за пределами сроков, за пределами сроков, истечения сроков давности, и даже когда судимость должна была быть погашена. и даже тогда, когда судимость погашена, они не имели права вообще ссылаться на уголовное судопроизводство. Но они же это делали. Им плевать было. Да, почему? Да, совершенно так. Так им плевать. Но юристы же понимали, что они это безумие. Да это все мы понимаем, что это безумие. мы все это прекрасно понимаем. И я понимаю то, что вы сейчас говорите. Я говорю, что вас отпустили, потому что эти суки сдались. Просто они не выдержали ваш напор. Они нарушали закон, они нарушали сроки, они нарушали все. Это как вот сейчас я прихожу в суд, я ссылаюсь на постановление Верховного суда номер 35 про огласность, вот вся фигня про вот эту видеосъемку, все, что вы говорите. Она смотрит на меня глазами наглыми, вылупается и говорит мне, я вам отказываю в виде фиксации, потому что вы ведете аудиофиксацию и вы можете протокол писать. Я ей говорю, папирус может еще достать мне, понимаете? Она психует на пол судебного заседания, бросает, говорит, все, я выношу решение, выходите. и пристав на меня начинает накидываться и вот они начинают на меня протокол сфальсифицировать. Я выложу этот аудиоролик. Вот эта судья, которая заикается, которая изначально себя вела по-хамски, по-свински, я защитник, я представляю интересы своего подзащитного, она задает ему вопрос и спрашивает его там такой-то вопрос, я ему говорю, не отвечай, и она мне дает замечание, с таким типа гонором, типа я не вам задала вопрос, да ты уела просто, ты ничего не попутала, я здесь насрано что ли, я защитник, я своему доверителю даю указание не отвечать на провокационный вопрос, тем более на него я уже неоднократно ответил. Конечно ей это не понравилось, потому что ей надо подогнать дело под решение, которое не клеится, потому что есть видеозапись, на которой видно, что человек не находится за рулем, а ему это вменяют, что он там управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, так она смотрит на этот экран и говорит, я здесь вижу два человека вылезают, я не вижу, это просто маразм, что там творилось, мы на дурушку смотрим, думаем, блять, как это может быть, блять, как это может быть, у него глаза двоятся, что, может ей, блять, операцию сделать на глазах, сука, как это может быть, уж чего, чего, такого, мы никто не ожидал, что, блять, что мы смотрим, блять, в книгу, а видим, сука, фигу, блять, конечно, она психанула, потому что я начинаю заявлять отвод, она мне отказывает в отводе, я ей говорю о том, что, значит, раз у нас такая пляска пошла, тогда нужна видеофиксация, потому что она там жестами мне показывает, типа, блять, Владимир Владимирович, заткнитесь и сядьте, блять, и демонстративно включает дальше продолжение видеозаписи, которое там, это, оглашение было, вот это все, изучение, блять, видеозаписи, я ей говорю, она мне на полпути вот такую хуйню делает, это что такое, это судья, это хамство такое допустимо, блять, я себя в суде веду крайне корректно, крайне корректно, но даже, блять, я себе такого ни с чьей стороны не позволю, как бы она себя не считала судьей, там, богом и кем угодно, кто она такая, меня перебивать, да, она имеет право в процессе там задавать в любой момент вопросы, но меня перебивать не надо, дайте мне закончить подачу возражений, ходатайств и тому подобное, поэтому я о чем говорю, плевать им на законы, им плевать на законы, я говорю, вы можете показать все, блять, вот белый лист, сказать, вот он белый, докажете со всех сторон, блять, на судебную практику, на все, что угодно, им похуй, они не боятся ничего, потому что вот этот мировой судья выносит решение, районный суд подмахивает, областной суд подмахивает, блять, сука, касационная инстанция подмахивает, я в ахуе, ребята, блять, человеку дали год и восемь за две пачки просроченного творога, блять, причем он, сука, хотел их оплатить, они не дали ему оплатить, он сообщил в милицию, и сука, его за грабеж, а следователь говорит, то, что вы позвонили в полицию, это оказывается явка с повинной была, это, сука, как может быть, это удалили человека из процесса, не дали мне даже вообще аргументы никакие привести, взяли какого-то ублюдка по назначению адвоката, который из жопы палец весь процесс не доставал, не доставал. Значит, Володя, вот у нас тезис в данном случае с водителем за рулем и видеозапись мы с водителем закончим, а потом перейдем к другому, хорошо? Хорошо. Так вот, в этом случае, если у судьи с головой не все в порядке, нужно назначить экспертизу, она обязана назначить экспертизу для установления фактических обстоятельств. Я вас перебью, я произношу, говорю, блядь, если вы не видите там, что там один человек вылазит, тогда будем назначать экспертизу, я это вслух говорю, блядь, она же поняла всю хуйню, и она, я же говорю, она просто берет, блядь, на середине процесса, блядь, не досмотрев даже видео, говорит, все, блядь, я выношу решение, выходите. Володя, вы спокойны, вы спокойны. Ей похуй на законы, понимаете, ей похуй на законы. Я то, что я сейчас вот это вот эмоционально, это для окраски. У меня нервы железобетонные, как у вас, поверьте. Здесь, во-первых, вы спокойны, во-вторых, во-вторых, в этом случае я предупреждаю о том, во-первых, я приношу возражения на преступные действия. Все это сделал, Рафаэль, все это сделал, я вам выложу эту запись, послушайте, я все это сделал. Она выносила, когда определение на мое заявление об отводе, она говорила по 305-ю статью за заведомо незаконное вот это, ее решение, в чем ее обвинял. Похуй им, понимаете, от слова похуй совсем. Во-вторых, во-вторых, я требую принять у меня заявление о вашей преступной деятельности и неукоснительно исполнять статью 141 Уголовного Тракционного Кодекса. Я это все сделаю, они не дали мне такую возможность. Спокойно, я спокоен, я сообщаю о вашей преступной деятельности, примите у меня заявление о вашей преступной деятельности. Дальше. Рафаэль, вот то, что вы сейчас говорите, вот как себе нужно было мне вести, вот я ей предположим вот это говорю, а она не слушает это говорит и говорит покиньте кабинет и пристав. Значит, законное основание назовите. Еще раз, им похуй, они мне говорят, если вы сейчас не выйдете из кабинета, мы применим к вам силу. Им похуй, вы можете понять вот это слово, что законы это все хорошо, но у них сука пистолет, у них власть, им похуй. Единственный способ какой, это им заломать там руки, блять, арестовать, ну блять, кому их вести, блять, кому, ментов, менты завязаны, следственный комитет завязан, прокуратура завязана, это одна сука система, одна система, которая просто уничтожает людей. Вот вас они, блять, вас они не смогли уничтожить, всех остальных они в хлам уничтожают. Я был в СИЗО, когда я был на колонии, я знаю, сколько сука невиновных людей просто, блять, по сфаврикованным делам сидят, которые на себя явку с повинной, там всякую хуню поднаписали, даже, блять, не присутствовали в этот момент там, на что они там на себя понабирали. Значит, речь идет о том, что они могут выносить преступные решения, но на эти преступные решения очень просто писать жалобы и ставить их опять в стоило закону и делать жизнь в настоящей инстанции невыносимой. Вот это я и буду делать, вот это Дурягина, от слова Дурягина, вот это судья Дурягина, она ответит за то, что она сделала. И я знаю через третьих лиц, я знаю, кто дал указание, чтобы сделать вот эту провокацию в отношении меня. Понятно, Харченко, тот, который у меня там по ролику фигурирует, он просто тупой исполнитель. Многие растут от судей, это именно они это спровоцировали. Так вот, эта Дурягина, она должна, вот как вы правильно сказали, не просто, блять, в отставку улететь, а сесть, потому что она совершила реальные преступления. Я сейчас не говорю о том, какое законно-незаконное решение, как она вела процесс, как она себя вела, это уже является преступлением. Да, совершенно верно. Вот я поэтому и призываю всех научиться адекватно реагировать на их преступления. Адекватно. Законными средствами, законными способами. можно победить их на их воле. Всех уничтожить на их воле. Они кроме преступления завершать ничего не могут. Но за преступления они должны отвечать. Вот это я в их тупые головы давно уже вдолбил. Все. поэтому они и не смогли меня сломать. Не суждено им интеллектуальным дегенератам меня сломать. А я их сломаю всех. На их воле. Единственное я говорю Рафаэле хочу сказать что вы уже победитель понимаете уже не имеет значения все остальное. Но если вы добьетесь судебную практику в эту ебаную статью КОАПа ГПК УПК и других кодексов процессуальных внесут право на видеосъемку чтобы эта падла не сидела и не выебывалась дам не дам тебе возможность снимать на видеофиксацию вести. Вот если вот это мы добьемся мы уже очень сильно изменим правовую систему. Очень сильно. Потому что эти твари будут бояться под видеокамеры они же до такой степени хитрые их в социальных сетей нету их в ютубе нету нигде их нету я имею ввиду все почищено весь интернет почищенный на моем канале вы можете посмотреть на видео нет я говорю что я то тоже их снимаю но я если там кого то не снял вот сейчас вот просто допустим судья там дурягина т т т т попробуйте найти ее рожу даже там где официальные сайты где там указ президента когда ее назначили все такое все нету никакой их фотографии как это выглядит кто где соседи плюньте ей в спину как она стала судьей а я стараюсь снимем рафаэль я знаю что снимем и белозерскую снимем и всех этих и хуторцеву снимем всех этих и мировую мороз и всех вот этих извиняюсь за выражение которые блять творят вот эту вот эту хуйню которые запрещают блять гласность запрещают показывать судебный процесс который какую-то хуйню гонят потому что видите в этом нет необходимости это блять судья решает блять есть в этом необходимость или нет мне вести видеофиксацию кто она такая она обязана подчиняться закону и она будет подчиняться тем нормам права которыми мы руководствуем будет подчиняться и никуда она не денется она никто вообще никто ноль она перед законом перед законом она ноль она обязана ему подчиняться Рафаэль эти судьи это те же самые ГИБДДшники там прочие прочие просто ну это должность их блять пришла на службу пришла на работу работай блять качественно добросовестно делай работу тебе вот работа по закону выносить решение просто не делай ну ничего гадкого просто делай свою работу я спокоен ну я то тоже спокоен да я просто привык таким образом как бы разговаривать потому что я считаю что это более красочно вот вы когда говорите монотонно да это как-то ну долго человек не выдержит он как бы уходит в этот транс и все а я вот такими перепадами там ну вот такое у меня я прекрасно понимаю вас я знаю что ваша личность характеристика я же не просто так все эти вещи говорил я говорю у нас очень много вещей которые мы похожи ну просто я видимо имею привычку таким образом высказывать свои какие-то мысли хотя точно так же могу спокойно говорить а я лично спокойно ну потому что вы знаете кто вы поэтому не будем повторяться поэтому и заключение психиатра написано поведение выдержан спокойно и поэтому мне сложно было понять как они вообще нарисовали то что они нарисовали но я говорил что их заключение не имеют никакого отношения к психиатрии вообще никакого отношения к науке к науке как к психиатрии поэтому и психиатров я уничтожил и теоретически и практически и так называемых юристов всех уничтожил на их воле рафаэль у меня такой я понял такой вот вопрос вот на данный момент на данный момент какие у вас взаимоотношения с российской федерацией в том плане находитесь ли вы там в розыске возбуждено ли какое-то уголовное дело можете ли вы свободно приехать в россию там судебное заседание и тому подобное в судебных заседаниях я все время нахожусь я имею ввиду физически физически а зачем мне да я в россии в 15 году создавал практику участия в последствии видеосвязи вы не услышали мой вопрос давайте я поясню вот я нахожусь в россии ну что я сумасшедший что ли из какого-то пункта а лететь в пункт б на краю россии а потом из того пункта лететь в противоположный я сейчас не про это говорю вот можно посмотреть как я участвую одновременно в сочи и в саранске мордовская республика одновременно в сочи и в саранске рафаэль вы либо не хотите услышать мой вопрос уточнение либо умышленно уводите от того что я задал значит я объясняю что я не знаю что там происходит в отношении меня возбудили уголовные дела да возбудили по каким статьям ну у меня одна статья одни статьи в основном это 297 неуважение к судье к прокурору выразившиеся в оскорблении я написал по этому поводу главу об оскорблении даже называя пидорасами я их не оскорбляю и объяснил что для того чтобы я оскорбил для этого они должны выполнять свои обязанности у них должна быть честь и достоинство есть у человека который не совершает преступлений который не причиняет вред но как только эта мразь совершает преступление причиняет вред в этом мразе нет ни чести ни достоинства вот когда мразь это отбудет наказание за совершенное преступление тогда я не буду иметь право называть ее тем тем я ее наступлю его и ее то есть нет предмета для посягательства ни чести ни достоинства именно поэтому никто не хочет в отношении меня возбуждать уголовные дела за оскорбление так вы сказали что все-таки возбуждены какие-то уголовные дела вот неуважение к суду это 297 я вот сейчас смотрю ну да а вы по-моему 298 сказали ну может ослушался 297 297 ну 298 в отношении в основном у меня возбуждали было 297 298 ну 298 ее декриминализировали но теперь 298.1 то же самое что 28 раньше было то есть оскорбление получается и клевета да оскорбление и клевета это не проявление эмоций я реагирую на преступление еще раз объясняю я хочу встретиться со своими врагами научной ставки и их судья давайте мы ученую ставку проведем и после этого вы отправитесь ко мне потребитель никто не хотел со мной встречаться на ученые ставки я всем объясняю не совершайте в отношении меня преступления и будете жить спокойно исполняйте свои обязанности и я всем объясняю вы будете исполнять свои обязанности никуда не будете совершать преступление я буду называть вас так кем вы являетесь будете паралогически толковать подлежащей примене нормы права я буду вам объяснять что вы параноидные шитопремники нормальные законы примените правильные а не искажайте их смысл и их содержание вот и все на их поле их можно уничтожать посмотрим как пройдет мое судебное заседание там рисков у меня больших никаких особых нету потому что самый потолок который не могут сделать это 15 суток понятно что вряд ли они на это пойдут но посмотрим значит я вам объясняю самая большая проблема в вашем судебном процессе самая большая проблема в вашем судебном процессе это я спокоен вы про меня говорите в смысле чтобы мне быть спокойным про это имейте ввиду да совершенно нормально все будет все будет чики-пуки голос будет ровный и монотонный как у вас даже похлеще я их как удав только взглядом давить буду а все остальное никаких проблем никаких сложностей в этом поверьте все окей я говорю то что я просто здесь себе позволяю и в других моментах которых я могу себе позволить такие выплески скажем так делать эмоции это одна ситуация а в суде я веду себя крайне корректно значит я вам объясняю что я имел дело с реальными психопатами реальных психопатов остановить очень сложно они мешают работать по их делу реальные психопаты мешают работать по их делу потому что остановить их невозможно они начинают возмущаться и они не дают вам говорить вот в чем проблема с реальными психопатами ну я надеюсь ко мне это не относится Рафаэль я же вам даю высказываться эмоции в судебном процессе не может быть вообще в принципе окей буду учиться у вас этому ну вот поэтому победить их на их поле сложности никаких не представляет потому что нам эту возможность реально дает закон они перед законом букашки все вообще без исключения начиная от каких-то там приставов и заканчивая президентом они все перед законом букашки по-любому из них если включить закон то вы увидите что они все боятся все бандиты боятся закон все ну да да арфаэль значит естественно я сейчас что-то попытаюсь смонтировать чтобы людям показать в конечном итоге я понял что я сам обратил на этот момент что как-то там прозвучало не очень корректно естественно никто вас не сломал и сломать в принципе не может человек который прошел столько и сломаться там пройдя такое это в принципе невозможно просто невозможно но жизнь эти твари сломали да почему потому что сами понимаете эти 11 лет вы могли провести совсем другим способом скажем так общаясь сообщаясь с окружением с детьми и так далее и так далее и вообще заниматься но с другой стороны если бы не вот эти вот твари вы бы не получили вы бы не были тем кем вы сейчас являетесь а а а а а а а а а Продолжение следует...